Так, так, все, запись у нас пошла. Друзья, всем привет, меня зовут Коньков Николай, мы занимаемся комплексным ремонтом и отделкой квартиры-коттеджей в городе Челябинск. Также строим дома для конечного потребителя, то есть не многоэтажные дома, а именно коттеджная застройка. Вот, уже работаем с 2000, ну так плотно, с 2015 как компания, как сами мастера работаем с 2007 года. То есть у нас достаточно большой опыт и на сегодня достаточно большая команда. На сегодня нас, ну, практически там 50 плюс человек, ну так, плюс-минус, потому что точно я не знаю уже на данный момент, к сожалению. Андрей, тебе слово. Так, ну, всем привет, Андрей, компания Идея Свет. Занимаемся поставкой профильных систем для глпотолков теневых, поставкой освещения и поставкой разнообразных конструкций из алюминия, которые помогают нам в ремонте. Вот, не получилось у меня, в отличие от тебя, уехать домой ненормально, посидеть, у нас больше не будет рабочий процесс, поэтому извиняюсь за личные шумы. Вот, мы поставляем системы, Николай их устанавливает, поэтому очень часто у нас возникают разного рода вопросы, и решили немножко сегодня подробнее рассмотреть именно этапы, их последовательность и ценообразование при использовании теневых профилей в современном ремонте. Вот, так что рады всех видеть. Да, такая небольшая ремарочка. В принципе, в процессе прямого эфира, если у кого-то будут возникать какие-то вопросы, у вас есть кнопочка. Если вы смотрите с телефона, кстати, сразу сделаю небольшое уточнение, вы его переверните на 90 градусов горизонтально, потому что я прямую трансляцию веду с ноутбука, и экран будет в горизонтальном режиме. Если будут возникать вопросы, у вас снизу есть кнопочка «Поднять руку», Андрей будет следить за этим делом, и, соответственно, когда я буду заканчивать мысль, можно будет задать вопрос прямо в процессе нашей беседы, чтобы не оттягивать на блок вопросов, чтобы он не забылся, да, то есть, так сказать, здесь и сейчас. Вот, ну, я думаю, что будем начинать, да, то есть, запись сделаем, запись выложим, поэтому всем, кому будет еще интересно, они эту запись посмотрят. Да, все, друзья, давайте на сколько? На полчасика, думаю, минут на 40 у нас, да, это вместе с ответом? Ну, я думаю, да, минут на 40 примерно, минус у нас где-то наша беседа. Назову это беседой, это именно не лекция, это не будет скучной презентации, будет именно беседа, покажу наши объекты, покажу, как мы делаем на, прям на живых примерах. Я вот всегда тоже, когда хожу на какие-то прямые эфиры, и прям, ну, реально по кайфу, когда вот такая атмосфера, спокойная, дружеская, да, там по минимуму вот этой конфиденциальности, когда там никто ничего не рассказывает. Нет, мы сегодня расскажем все, все как есть, вот прям без каких-то кутюр, все вот прям как мы делаем, и цены расскажем, и покажем наши объекты, поэтому, я думаю, будет достаточно интересно. Слушай, ну, круто. Ну, давайте, ребята, начинаем. Если есть возможность, отключите телефоны, там на беззвучной хотя бы поставьте, чтобы не отлечься, не пропустить важную информацию. Я давай, Коля, тоже тогда отключаюсь. Да, давай, я сейчас включу экран свой. Так, Андрей, скажи, что сейчас видно на экране, видно ли меня и видно ли мой экран? Так, ну, справа в углу вверху получается ты, и посередине экран. Отлично. Отлично. Тогда можно начинать. Итак, друзья, небольшая вводная, да, то есть мы сегодня будем говорить про теневые плинтуса и теневые примыкания гипсокартонового потолка к стенам. Ну, пару прям слов я затрону еще об одном виде плинтусов, только чисто так ради примера, для того, чтобы можно было сравнить и вообще как бы состыковать вот эти два вида плинтусов. Итак, у нас сегодня, скажем так, подопытный, это квартира в Ньютоне, это монолитно-кирпичный дом. На самом деле все, что я сегодня буду говорить, будет распространяться абсолютно на все дома. То есть это будет касаться и панелик, это будет касаться и каких-то кирпичных просто домов и конкретно вот монолитно-кирпичных домов. Итак, ну что у нас обычно есть на объекте, да, то есть ничего нет, стены есть, есть кирпич. Значит, первым делом нам, в первую очередь, нам нужно ознакомиться с проектом и понять, есть ли у нас теневые плинтуса и теневые примыкания, потому что эти два вида материала, они очень сильно ломают ход работ всего объекта в целом. Соответственно, когда мы делаем штукатурные работы, мы изначально снизу закладываем, закладываем, ну в нашем случае мы закладываем пеноплекс, то есть двадцатка, тридцатка, то есть в зависимости от толщины слоя штукатурки, между полом и началом штукатурки, для того, чтобы потом, ну эту штукатурку просто-напросто не выбрасывать на свалку. Важная ремарка, мы не наращиваем толщиной штукатурки под необходимую толщину теневого плинтуса. Почему? Потому что при расчетах мы поняли, что гораздо эффективнее и гораздо экономичнее сделать штрабу, именно, то есть если нам не хватает толщины штукатурки, мы делаем штрабу в кирпиче в данном случае, и для того, чтобы нам хватило вот этой толщины углубления для теневого плинтуса. Здесь вот опять-таки делаю ремарку. Если у вас, например, панелька, бетонные стены, там, конечно, у вас такой шаг не пройдет. То есть вам нужно изначально заложить толщину штукатурки так, чтобы толщины, ее толщины хватило под установку теневого плинтуса. Делаем, оставляем мы изначально вот эту вот штрабу из штукатурки пеноплексом. Андрей, кстати, мышку видно мою? Да-да-да, видно. Крестик. Видно, отлично. Вот эту штрабу мы изначально заведомо выше. То есть если у нас, например, под теневой плинтус необходимо 70 миллиметров, мы сделаем 100 миллиметров. Почему? Потому что, во-первых, у нас будет наливной пол, который съест какое-то пространство. У нас будет, возможно, финишное покрытие, на которое мы поставим этот теневой плинтус. Об этом чуть позже. Это будем уже разбирать именно клеевые покрытия и покрытие, углаженное замковым типом. Делаем ее заведомо выше, потому что все равно там есть технологическая особенность. Его нужно все равно подтягивать, подштукатуривать. И поэтому для плинтуса 70 миллиметров мы делаем 100-120 миллиметров запас под вот эту штрабу. Штраба эта делается полностью везде вдоль всех стен. Обращаем внимание, вот здесь справа сейчас видно колонну. Там мы толщину штукатурки изначально заложили так, чтобы нам хватило вот этого расстояния для того, чтобы установить теневой плинтус. Потому что бетон штрабить мы не можем, поэтому там мы можем играться только именно слоем штукатурки. Кстати, это зависит еще и от того, если у вас стена из гипсокартона, то, соответственно, у нас есть обычный теневой плинтус, есть теневой плинтус с подсветкой. Это тоже нужно учитывать, что толщина у них, необходимая глубина установки у них разная. То есть это все решается на этапе разбора проекта. Также вот здесь видно, что часть колонны у нас не штукатурена. Почему? Здесь в дальнейшем, также при разборе проекта мы увидели, что там будет МДФ панель, мебельная панель. Соответственно, здесь штукатурки у нас нет. Потом мы ее протягиваем для того, чтобы получить плоскость. И панель эта наша будет формировать именно ту толщину, необходимую для того, чтобы она сошлась с наружным краем теневого плинтуса. Ну вот сейчас, чтобы было совсем понятно, я прям в режиме покажу. То есть вот у нас есть вот этот край. То есть вместо гипсокартона у нас будет панель, МДФ панель. То есть она будет приходить в плинтус, и тем самым у нас будет формироваться стык необходимый, который будет, вот этот плинтус также будет в плоскости с этой панелью. То есть чтобы не было лишних переходов, и чтобы панель не наваливалась на плинтус и не выбивалась из общей концепции. После того, как мы сделали все необходимые штробы. Кстати, вот сейчас обращаю внимание. Сейчас я увеличу. Вот здесь видно, что нам не хватило толщины штукатурки, и мы, соответственно, сделали выборку кирпича. После того, как мы сделали штробу необходимой глубины, после этого идет у нас наливной пол. То есть нам необходим ровный пол. Теневой плинтус не терпит кривых полов. То есть пол должен быть идеально ровный. Чем ровнее, тем лучше, так сказать. То есть если это будет лучше, чем один миллиметр на метр, это будет только в плюс. Не забываем, что при обустройстве наливного пола также делается демпферная лента, несмотря на то, что там штроба. Вот здесь видно. То есть демпферную ленту мы делаем из ленты диктусбанд, которая клеится на направляющие профиля. То есть это кнау диктусбанд обычный. И я вам скажу, что по опыту наливной пол с демпферной лентой трещит гораздо меньше, чем без демпфера. Поэтому делать его обязательно. И с какого-то момента мы начали делать его на всех объектах. Хотя раньше, что греха таить, мы не делали и упускали вот этот нюанс. Итак, наливной пол у нас залился. Далее у нас идет процесс установки скрытых дверей. То есть теневые плинтуса и скрытые двери – это самый лучший брак на свете, который можно только представить. Скрытые двери мы ставим исключительно своими силами, потому что только мы понимаем, насколько они должны вылетать относительно плоскости стены. Здесь, если присмотреться, здесь уже стоят кусочки теневых плинтусов для того, чтобы у нас в процессе установки все срослось. То есть наша плоскость подготовленная, которая подготовленная, и плоскость дверей, она у нас сошлась. Кстати, вначале не сказал, сейчас мы разбираем случай с клеевым покрытием. На самом деле, на последней конференции, которую мы проводили, «Теневые примыкания», там было очень много вопросов, и они были все достаточно однотипные. И самый больной вопрос был, как укладывать замковые покрытия с теневыми плинтусами. Сегодня мы это тоже рассмотрим. Сейчас мы пошли по пути наименьшего сопротивления. То есть это самый простой вариант, потому что клеевые покрытия и теневые плинтуса – это самые лучшие друзья. Установили, значит, мы скрытые двери. Далее у нас происходит установка именно самого профиля, и идет протяжка той части штрабы, которая у нас была заведомо выше выштраблена. Важная ремарка. Если посмотреть на теневой плинтус, то здесь у него вот эта передняя грань, она неровная, то есть она немножко под углом. Поэтому первичная протяжка штукатуркой происходит именно… Сейчас я вам покажу прямо на модельке. То есть она происходит именно по внутренней части. Не по внешней части, а по внутренней части. То есть если посмотреть разрез данного профиля, то видно, что он не под 90 градусов. Поэтому первичная базовая протяжка у нас происходит именно по внутренней части профиля. Далее уже у нас малярка перекроет этот профиль, но об этом чуть позже. После того, как мы установили теневой профиль, здесь пола у нас еще нет, как вы видите, здесь наливайка, вот это арголит, ну, ДВП тот же. У нас происходят малярные работы и финишные чистовые работы, то есть покраска, малярка, холст, финишная шпаклевка и так далее. Пола на данном этапе у нас еще нет. То есть вот это очень важное замечание, то есть наперед немножко забегая, потому что когда мы будем укладывать замковое покрытие, пол у нас будет в самом начале. Но в данном этапе пола у нас нет, поэтому у нас нет риска повреждения напольного покрытия, у нас нет лишних затрат на очень недешевую укрывку пола. Поэтому если вы выбираете теневой плинтус, предпочтительно выбрать и клеевое покрытие для того, чтобы его укладку отложить на самый конец. То есть производятся малярные работы, как мы видим вот здесь вот у нас теневое примыкание, оно идет абсолютно по всем стенам. Также здесь вот не сказал, что у нас оно заходит и в плоскость добора дверного, здесь у нас скрытая дверь и дверной доборчик. Здесь плоскость тоже у нас есть. Если присмотреться, дверь у нас стоит от пола с отступом 3 миллиметра для того, чтобы в дальнейшем кварц-винил завести под дверь. Именно поэтому необходимо знать изначально все покрытия, которые будут в квартире, особенно напольные, для того, чтобы именно заранее продумать все отступы, все высоты и так далее. То есть клеевой кварц-винил не представляет проблем уложить его даже вот в помещение таких сложных форм. Вы видите, сколько здесь выступов, колонн, сколько здесь всяких примыканий. То есть вот ламинат уложить, например, после установки теневого профиля здесь невозможно. То есть у нас в любом случае в какой-то момент настанет такая ситуация, когда мы просто-напросто не сможем завести плашку. Чем хорош вообще теневой плинтус? Вот как вы видите, у нас здесь сейчас достаточно большое просторное помещение. Здесь организована ниша под мебель. То есть у нас мебель может встать вообще без проблем. То есть у нас изначально плинтус весь готов. Обычно как это происходит при обычном традиционном плинтусе? Мы делаем отделку, потом заходят мебельщики. И потом, соответственно, уже мы выходим для того, чтобы сделать плинтус уже по чистой квартире. Делаем эти все запилы, покраски и так далее. То есть вот встала мебель. Очень важная ремарка. Самое проблемное место, когда мебель стоит в какой-то нише, это наружный угол вот в этой нише. То есть вот этот угол, я вот часто бываю на своих объектах, приезжаю к заказчикам, чтобы посмотреть, как вообще дела, как живут, как себя ведет отделка наша. И я часто вижу, что вот эти наружные углы обычных плинтусов, они очень сильно страдают. Поэтому скрытый плинтус вот в данном исполнении, он, конечно, имеет прям большой плюс. Также вот если мы рассмотрим вот этот узел, то у нас в традиционном плинтусе он бы шел по стеночке, потом по торцу стены. И, как правило, он бы поворачивал в цоколь, потому что здесь его обрывать некрасиво. Он бы поворачивал в цоколь. Но вы видите, у нас и с противоположной стороны точно такая же стена. О чем это говорит? О том, что после установки плинтуса мы просто-напросто не смогли бы снять этот цоколь. То есть вроде бы мелочь, но в какой-то момент это может быть очень полезно. Потому что, ну вот был случай, что у клиента там свет отключили, побежал в холодильник, ему нужно было снять цоколь, чтобы там воду протереть. А у него плинтус был установлен. И он это оперативно не смог сделать, и у него ламинатик подвздулся. Вот, поэтому вот именно вот такие узлы разные, они и дают такое большое преимущество данному исполнению. Также можно заранее, если вы понимаете, что у вас теневые примыкания, можно мебельщиков попросить, чтобы они сделали теневой шов также и на цоколях мебели, для того, чтобы это все смотрелось в едином стиле. Я думаю, что это выглядело бы сильно лучше, если бы вот здесь, вот он есть небольшой такой теневой зазорчик, но если бы он был с точностью как на стене, то это бы смотрелось гораздо лучше. Вот, это что касается именно плинтусов. Так, сейчас одну секунду, зайду в нашу беседу. Это что касается именно клеевого напольного покрытия и плинтусов. Друзья, может быть появились какие-то вопросы, можно поднять руку, потому что дальше мы будем рассматривать именно замковый, то есть более сложную тему, проблематику. Ну, как укладывать напольные покрытия и в какой момент укладывать напольные покрытия, если у нас замковое напольное покрытие, масло масляное. Так, Андрей, ну ладно, я не буду останавливаться. Ты смотри, может быть у кого-то возникнут вопросы и, соответственно, ты мне дай знать. Итак, так, сейчас я переключаюсь в режим демонстрации экрана. На самом деле... Вопрос, вопрос. Есть, да, вопрос? Ага. Да, слушай, а вот такое покрытие, как ковролин, у нас вот мало кто используется, но в плане теневых примыканий, это может быть из лучших решений, то что там моменты монтажа легче, подгона материала. Да, понял вопрос. Да, на самом деле ковролин и любое рулонное покрытие, которое именно укладывается просто поверх стяжки, оно приравнивается к клеевому напольному покрытию, то есть к тому же кварцвинилу. Поэтому, в принципе, ковролин нет проблем уложить после вообще ремонта, точно так же, как и любое клеевое покрытие. И, соответственно, его использовать, ну, не только можно, а нужно. Вот. Другая проблема, что, ну, редко в каких квартирах я вижу полностью вся квартира там в ковровом покрытии, да, то есть поэтому тут нужно уже смотреть и отталкиваться конкретно от проекта. Но да, если у нас ковровое покрытие, то мы его укладываем после того, как сделаны все отделочные работы. Так, что ж, перейдем к следующей теме. И сейчас у нас именно замковые покрытия. Я вот здесь вот нарисовал скетчапием. Я думаю, что здесь будет более наглядно показать, чтобы было более понятно, как все-таки работать с замковыми покрытиями. То есть вот это у нас, представим, что это ламинат, инженерная доска замковая, кварцвинил замковый, неважно. Итак, у нас, значит, изначально, то есть вот у нас кирпичная стена. То есть та фотография, которую я самую первую показал, вот мы зашли, у нас кирпичная стена. Далее мы штукатурим стену. То есть вот этот слой, сейчас я все лишнее уберу, чтобы вам это не мешало. Так, скрыть, скрыть. То есть вот у нас, соответственно, кирпичная стена, слой штукатурки. Тут важно понимать, хватает ли этого слоя штукатурки. Потому что изначально мы, сейчас я верну этот профиль. То есть смысл в чем? Смысл в том, что теневой профиль у нас должен находить на плавающее покрытие хотя бы на 5-7 миллиметров. И у этого плавающего покрытия должен быть зазор между стеной 7-8 миллиметров. То есть тут надо отталкиваться, конечно, на размеры помещения, на рекомендации производителя и так далее. Но вот это вот такие усредненные данные. Поэтому мы понимаем, что если у нас, например, лежит ламинат, то глубина нашей ниши под установку теневого профиля должна быть как минимум 23 миллиметра. Чем вы это будете делать? Это уже ваша задача. То есть толщиной штукатурки. Либо, может быть, выштробить кирпич. То есть вот в кирпичных стенах, я забегу наперед, мы штукатуркой не наращиваем. То есть мы штукатурим так, как надо, по минимуму. И потом в процессе, если нам необходимо, мы выдалбливаем кирпичную кладку вот здесь. И, соответственно, у нас получается необходимая глубина для установки этого профиля. То есть, иными словами, вот здесь вот небольшой видеоролик. У нас получается стена кирпичная, вот здесь видно было. Далее мы отштукатурили стену, выдолбили лишь необходимую глубину. Вот здесь в данном случае мы один отсек кирпича выдолбили. И далее уже после того, как выдолбили, нам необходимо уложить ламинат. То есть именно в этот момент, то есть у нас штроба гораздо глубже, и в этот момент мы укладываем ламинат для того, чтобы, когда мы сделаем протяжку, сейчас расскажу, как мы это делаем, у нас профиль перекрыл стык ламината. То есть ламинат будет гулять, кварцвенил замковый, неважно. То есть чтобы у него были возможности на расширение, на влажностные, на температурные, если это кварцвенил, и влажностные, если это ламинат. Но есть очень важная ремарочка. То есть вот если мы посмотрим, как мы это делаем, вот здесь вот ребята продемонстрировали, то есть мы делаем из фанеры брусочек, делаем вот такую вот ответную планку, и, соответственно, делаем вот так протяжку по стене, вот этот плинтус. Но делаем мы это уже после того, как у нас уложен ламинат. Но если у нас ламинат уложен, и мы начнем там закидывать штукатуркой, у нас ламинат, есть вероятность, что он зажмется этой штукатуркой. Соответственно, на момент оштукатуривания мы наклеиваем диктусбанд, вот этот диктусбанд. То есть это уплотнительная лента к нам, которая клеится на профиля, и производим штукатурку. Также важный момент, нам нельзя забить вот это пространство, потому что если мы его забьем штукатуркой, то ламинату не будет места, куда он сможет расширяться. Поэтому сюда мы укладываем шнур, есть спененый полиэтилен, вспомнил. Из спененного полиэтилена такая колбаска круглая, мы ее сюда закладываем. То есть эта колбаска не дает возможности штукатурке, я ее здесь не нарисовал, но представьте, что она здесь есть. Не дает штукатурке забить вот это пространство, это очень важно. Тем самым мы заштукатурили вот эту область уже с необходимым расстоянием под установку нашего профиля. После того, как мы заштукатурили, вот эта часть у нас срезается. Сейчас я верну профиль. Так, скрыть. То есть у нас часть диктусбанд срезается по штукатурке и уже вклеивается наш теневой профиль. Как мы видим, здесь у нас штукатурка не касается ламината. И у нас ламинат может гулять как в сторону расширения, так и в сторону сужения. Какой еще нюанс при укладывании плавающих покрытий? То есть покрытия наши, они дышат. Ну то есть если там небольшая неровность пола. Если там у нас, когда вы будете ходить вдоль, например, стены, он может прогибаться. Поэтому, когда мы устанавливаем теневой плинтус, мы его поджимаем. То есть мы им точно так же, как обычно в стационарном плинтусе, мы поджимаем пол. Точно так же мы поджимаем плинтус. Дальше у меня там есть пара фотографий, как это выглядит. Вот. Для того, чтобы у нас... То есть мы не зажимаем, как мебелью, да, тяжелый там диван тяжелый. А мы именно поджимаем. То есть чтобы у ламината не было вот этого большой парусности. Чтобы он не ходил. Ну и все. Дальше уже производится здесь у нас финишная протяжка. И дальше проходят малярные работы. Вот только так я вижу укладку замковых покрытий, если у нас есть теневой плинтус. К чему это приводит? А приводит это к тому, что у нас появляется этап, у нас появляется этап укрывки пола. Очень тщательной, очень качественной укрывки пола. Как мы ее делаем? Вот сейчас у нас на квартире ламинат. Мы на днях вскрыли. Слава богу, там все хорошо. Какие проблемы? Смотрите. Нельзя использовать пленки. Если вы настелите пленку. Многие используют пленку как защиту от пыли. И у нас останется какая-то остаточная влажность в стяжке. Ну не в стяжке, вернее, а в наливном поле. Ну и в стяжке тоже может остаться. Наш ламинат просто-напросто поплывет. И самая большая проблема в том, что вы об этом узнаете в самом-самом конце. То есть когда у вас уже будет готовый ремонт, вы вскроете полы и ужаснетесь. Ох и ах будет. И это на самом деле самая большая проблема, потому что ремонт от пригодности он не подлежит. Если у нас в плане клеевого покрытия проблем с этим нет, мы любую плашку кварцвинила или плитки можем оторвать в любой момент и наклеить новую. То есть здесь, к сожалению, ну да, там вандальными методами можно, конечно, там одну плашку вырезать и вклеить. Ну потому что замки мы нарушим. Но, к сожалению, прям вот там починить целую комнату не получится. Поэтому как происходит укрывка? Вот это у нас ветошь. Ветошь – это такой материал, ткань, скажем так, мягкая ткань. Для чего она нужна? Она нужна для того, перед ней можно наклеить паропроницаемую мембрану, если вы боитесь за то, что вы все-таки полы зальете. Для чего еще пленки укладывают? Для того, что если пролили что-то на пол, чтобы не залить ламинат. То есть если вы переживаете за то, что вы что-то прольете, можно уложить паропроницаемую мембрану. Дальше уложить ветошь. Ветошь служит здесь разделителем между ДВП-арголитом, вот здесь мы сейчас дойдем, и именно чистовым полом. Не дай бог, если вы где-то плохо убрали пол, если у вас там попали частички песка, камушки какие-то, в конце ремонта в этом месте будет просто как наждачной бумагой обработали. Поэтому, ну, будет не очень. Не очень вам будет в конце, поэтому нужно уложить ветошь изначально, все ее проклеить. Причем по периметру мы наклеиваем изначально скотч для того, чтобы у нас был доступ к стенам. И потом уже укладываем ветошь и проклеиваем дополнительно армированным скотчем. И поверх ветоши уже укладываем ДВП. ДВП укладываем также с отступом от стен, чтобы можно было в дальнейшем с ними работать, чтобы не перестилать. Потому что это покрытие, это на весь ремонт. Оно снимется только в самом конце. По итогу у вас должно получиться что-то такое. То есть у вас есть доступ к плинтусу, полы у вас уже лежат, у вас есть доступ к стенам. И вы, соответственно, можете производить дальнейшие работы. Так, вопросы, может быть, какие-то появились? Может быть, что-то непонятно уточнить? По вопросам, слушай, у меня почему-то нет кнопки поднять руку. Я думаю, у ребят тоже у кого-то может не быть. Нет, потому что ты админ, и, соответственно, у тебя всегда есть возможность говорить. А, да? Ну, круто. Вот, ребята, включайте микрофон и поднимайте руки, если есть какие-то вопросы. Если нет, то давайте продолжать, наверное. Есть вопросы у кого? Ну да, ты пока смотри за рукой. Я вот, кстати, еще раз покажу, как мы делаем протяжку. То есть профили бывают разные, бывают с подсветкой, бывают без подсветки. Толщина, именно толщина установки у них разная. Вот это у нас подсветочный теневой профиль, вот это у нас без подсветки. И, соответственно, сделая вот такую приблуду, мы можем регулировать именно толщину протяжки стены. И нам очень важно, чтобы это было везде равномерно, везде на одну глубину. То есть там просто там шпателечком, ну нет, это не канает. То есть под этот плинтус нужно и идеально ровное покрытие пола, и идеально ровное основание. Так, продолжаем, значит. Про ценообразование поговорим в конце. Сейчас поговорим про теневые. Так, где у меня, где у меня, где у меня. Вот здесь про теневые примыкания потолка. Сейчас я открою. Коля, очень часто спрашивают про защиту. Как закрывать все-таки покрытие, чтобы прям хорошо-хорошо. И типа говорят, что это дорого. И что может стоять на тему? Ну, про защиту я сказал. Если ты не откодил, то ты должен был слышать. Ну, смотри, защита. Вот сейчас вот ты видишь картинку. Это у нас ветошь. Под ней лежит ламинат. Под этой ветошью. То есть ветошь у нас защищает от мелких царапин тех элементов и кусочков, которые попали все-таки на покрытие. То есть на ламинат. Там песочек, камушки и так далее. Арголит, он же ДВП, он защищает от механических воздействий. Здесь стремянки, там молоток уронили, там ножницы по металлу и еще что-то. То есть именно вот такая связка. Еще под ветошь можно положить паропроницаемую мембрану. Ни в коем случае нельзя укладывать пленку, дабы остаточная влажность не вспучила ламинат, который находится под ней. Вот, про ценообразование мы поговорим в конце. То есть там у нас момент укрывки, он тоже будет задействован. Вот, а мы переходим, значит, к теневым примыканиям, потолкам. Итак, ну, как я говорил, у нас все эти теневые штуки ремонт с ног на голову переворачивают. То есть обычно там делают потолки, стены, полы. В данном случае у нас все наоборот. Сейчас мы видим, что на полу у нас закрыт арголитом ламинат. И, соответственно, сделана малярка стен, полностью чистовая малярка стен. И уже на этом этапе у нас начинается только монтаж потолок из гипсокартона. То есть стены мы здесь, как вы видите, укрыли пленкой. Для чего? Так как дом кирпичный, красная пыль, если там что-то сверлить, бурить стены, вот эта красная едкая пыль, она оседает на стене. И потом даже там, если ее грунтовать и так далее, то есть вот эти вот частички кирпича, они въедаются в поверхность. Поэтому мы в обязательном порядке все стены укутываем пленкой. Да, естественно, она не защищает от механических воздействий. То есть тут надо полагать, ну, в принципе, дефектовку сделать всегда можно. Наклеиваем мы ее чуть ниже, чем потолок. Ну, чуть ниже, чем будет вставать вот этот теневой профиль для того, чтобы у нас скотч, который поверху наклеен. То есть наклеен сначала деликатный скотч, потом наклеена уже пленка. На этот деликатный скотч, чтобы у нас там ничто не подорвало, не оторвало, не остались никакие клеевые пятна. Это очень важно, потому что мы должны понимать, что если мы делаем поверхность разной впитываемости, то после покраски это все станет видно. То есть у нас поверхность должна быть однородная. То есть она должна иметь абсолютно одинаковую впитываемость, иначе краска может бликовать в тех местах, где у нас остались следы клея от скотча. И она там может быть просто более глянцевой, чем на остальной стене. И вот эта полоса скотча, она может быть видна. Поэтому все скотчи, которые используются для укрывки, они достаточно дорогие и, соответственно, ну, тоже требуют расхода от заказчиков. Так, сейчас я включу боковую панельку, чтобы мне видеть. Итак, то есть стены мы сделали. У нас идет процесс монтажа потолка. Что мы можем сказать, смотря на эту картинку? Во-первых, в чем хорош теневое примыкание гипсокартона? Во-первых, мы не нарушаем технологии КНАУФ по сборке каркаса. Технология КНАУФ черным по белому говорит, ребята, если вы собираете потолки, ни в коем случае нельзя крепить направляющий профиль и крепить к нему гипсокартон. То есть нельзя жестко фиксировать потолок и стену, потому что в любом случае в какой-то момент у вас произойдет там растрескивание, то есть появится трещина. То есть по технологии КНАУФ у нас, если мы используем именно сетку P113, как сейчас у нас на фото, то есть это одноуровневая сетка, здесь, как правило, вдоль стены, вдоль потолка крепится направляющий профиль, и, соответственно, профиль-то крепится, но гипсокартон в него не крепится, и, соответственно, у него есть температурные влажностные расширения, если будет происходить, то трещины будут происходить не в сердечнике где-то на потолке, в стыках потолка, а именно между примыканием потолка и стены. То есть когда мы собрали потолок, по техкартам КНАУФ там клеится лента Трендфикс, разделительная лента, которая имеет нулевую адгезию, и производятся малярные работы, так называемая регулируемая трещина. Но трещины мало кого вообще вдохновляют, мало кто их любит. Заказчики, когда слышат, что у них там появится трещина, у них вообще глаза на лоб лезут. Поэтому теневой профиль – это, конечно, очень крутое решение в этом плане, что мы и не нарушаем технологии монтажа потолка, и при этом у нас даже если потолок будет иметь какие-то подвижки, то есть эти там подвижки в 1-2 мм, они будут просто не видны относительно теневого зазора, который у нас образуется между стеной и потолком. Сейчас вот здесь вот такой небольшой элемент потолка, то есть мы зашили первый слой, но обязательно протянули стыки, которые плуг, заводские стыки, для того, чтобы второй слой потом перекрыл. И как мы видим, здесь у нас делается фрезеровка. Фрезеровка. Кстати, вот это профиль, сейчас сразу покажу. Это бездемпферная система у нас. Вот этот профилек. То есть бездемпферная система предполагает крепление к стене. Вот здесь вот видно на фотографии. Бездемпферная система не предполагает крепление к стене. Вот, поэтому ее монтировать чуть проще. Мы обычно используем в работе ее. То есть монтируется первый слой гипсокартона, ставится профиль, запиливается везде углы под 45 градусов. Обязательно нужно зинковать шляпки в этом профиле, для того, чтобы они были в плоскости. Фрезеровка проходит на толщину полки профиля, для того, чтобы после установки профиля у нас здесь была единая плоскость. И уже вот так, это вид сбоку, так сказать. Вот видно фрезеровка, видно установка этого профиля. И уже после установки у нас шьется второй слой. Ну, естественно, с перехлестом. Зашивается все везде по кругу. Сейчас вот покажу. Макросъемка, то есть вот у нас теневое примыкание. Чтобы было более понятно, сначала объясню вот здесь. Вот, то есть мы сейчас смотрим вот такой разрез. То есть вот у нас стена, вот у нас профиль стоит с фрезеровкой в первом слое. То есть если мы уберем вот этот слой, то мы видим, у нас вот эта плоскость, она одинаковая. Она ровная. Именно первый слой необходимо фрезеровать. Здесь дальше происходит крепление профиля в профиль, теневого профиля в профиль КНАУФ. И дальше уже шьется второй слой гипсокартона. Не забываем, что здесь нам необходимо снять фаску. Сейчас тут тоже покажу. Вот эта фасочка здесь показана на фото. То есть у нас для того, чтобы у нас шпаклевка все хорошо забила и была максимально хорошая адгезия. Ну, плюс вот этот край, он часто бывает такой рваный, неровный. Поэтому фасочку эту снимать обязательно. И тем самым у нас организуется достаточная ниша и достаточная площадь для того, чтобы шпаклевка максимально адгезировала с поверхностью. То есть при таком исполнении тут никогда не появится никаких трещин, потому что вот здесь каких-то деформационных нагрузок их просто не будет. Ну и все. У нас происходит полностью обшивка потолка с теневым примыканием. Дальше уже дело маляров. Сейчас немножко заострю внимание на углах и примыканиях. Кстати, вот если вы обратили внимание, на сайте Crab Systems есть прайс. Вообще прайс по монтажу всех этих штук. И у них абсолютно у каждого профиля есть монтаж основного профиля, есть монтаж внешних, внутренних углов, стыковок и так далее. То есть мы, скажу заранее, работаем вот именно по этим ценам. Ну, плюс-минус они у нас, скажем так, похожи. И нужно обратить внимание, что все углы, они считаются отдельно. И сейчас я хочу вам просто-напросто наглядно показать, а почему же вообще углы считаются отдельно. Вот здесь у нас профиль Velar. Это профиль с подсветкой. Сейчас я его тоже вам покажу на разрезе, чтобы было четкое понимание, что это такое. Так, 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 вот он. Вот он, профиль Velar. Это у нас тоже теневое примыкание. Здесь у нас более широкая полка от стены. Расстояние именно края гипсокартона от стены. И идет светодиодный профиль. Вот нам его нужно состыковать с обычным профилем. То есть, соответственно, все профили компании Crab Systems, они все стыкуются. То есть, можно состыковать демпферную с бездемпферной системой. Можно состыковать вот этот профиль с подсветкой Velar с обычным бездемпферным профилем. То есть, все они взаимостыкуемые. Вот. Вся эта работа, она ручная. То есть, именно подгонка. Вот это все, что вы видите, оно все прячется как бы внутри в теле шпаклевки. То есть, но именно подгонять нужно все это дело вручную. То есть, подгоняется профиль, подгоняется основной. То есть, это не просто взять и отпилить на торцовочной пиле. Особенно, если у нас стыкуются разные профили разных систем. Это не просто взять и отпилить под 45 градусов и поставить. Нет. Это именно доработка, подгонка. То есть, мы видим, что именно каждый элемент, он подтачивается, зарезается. После этого все это подкрашивается черной краской. Вот сейчас на фотографии это достаточно хорошо видно. И вот он узел. Сейчас я потом покажу, давайте, нет, сначала покажу, чтобы у вас было понимание, что это за узел. То есть, вот тот узел, который я сейчас буду показывать, это правый верхний экран. То есть, у нас переходит световой профиль Vilar, профиль с подсветкой, в обычный теневой профиль. То есть, вот он правый, правый верхний угол. Вот здесь видно два провода торчит. Вот это вид его изнутри. То есть, направо уходит стена с обычным теневым профилем. И на нас уходит именно профиль Vilar с подсветкой. То есть, вот это все подгоняется вручную. Это достаточно кропотливая работа. Поэтому все стыки на именно теневых примыканиях, они считаются отдельно. Потому что это не просто отрезать. Ну, где-то, да, это просто отрезать, если у нас однотипный профиль. Но, тем не менее, его нужно отрезать, его нужно подкрасить, его нужно подточить надфилем. Потому что алюминий немножко подгибается. Обязательно подкрасить для того, чтобы ни с каких углов и ракурсов было не видно. То есть, это отдельная позиция по работе, которая требует времени. Поэтому нужно отдать должное. Вот здесь тоже видно, да. У нас обычный теневой примыкание теневое у нас сходится с подсветочным. Вот здесь видно, что зазорчик больше, здесь меньше. Вот. Это что касается у нас теневых плинтусов. Если есть вопросы, сейчас мы на них ответим. Что, друзья, может появились вопросы? Я немножко оттаиваю. Я прям чувствую, как у меня лицо с мороза горит. Так, ну что, может быть появились какие-то вопросы по теневым примыканиям, по теневым плинтусам. Мы сейчас обязательно на них ответим. Если нет, то перейдем, чтобы в записи это долго не растягивать, перейдем к вопросу ценообразования. Так, ну хорошо, едем дальше. Так, сейчас я открою наш файлик. И будем говорить про цены. Наверное, самое интересное, почему все сюда пришли. Итак, рассматриваем, значит, вводные данные. Я взял комнату 4 на 5, то есть 20 квадратных метров по полу. Периметр 18 квадратов. Взял дверь 80 сантиметров. То есть в плинтусе это мы будем учитывать. То есть мы будем это вычитать. И сейчас мы сравним теневой плинтус и плинтус из дюрополимера. Пластиковый плинтус я брать в расчет не буду, потому что, ну, блин, никто пластиковый не ставит плинтус. Сейчас, по крайней мере, в наших объектах точно никто не ставит. Итак, значит, что у нас есть? Какие у нас работы добавляются при теневом плинтусе? Штрабление кирпича под установку к теневому плинтусу. Я вначале сказал, что мы не наращиваем толщиной штукатурки именно вот эту нишу необходимой глубины для установки теневого плинтуса. Поэтому, если нам не хватает, у нас появляется статья расходов, как штрабление кирпича. Кирпича, газоблока, это может быть там силикатный блок, неважно. То есть, ну, естественно, если это бетон, то у нас такой статьи не будет, если это панелька, например, потому что там мы уйдем в штукатурку, более толстый слой штукатурки. Но там тогда у нас может появиться статья, дополнительные сантиметры на штукатурке. Они тоже есть. Вот, поэтому учитывать вот эту позицию мы в любом случае будем. У нас, значит, 17,2 метра по 300 рублей, 5,160. Далее у нас идет протяжка основания. То есть, мы выштрабили кирпич, у нас там неровное основание. Не пытайтесь устанавливать теневой плинтус на какие-то там пяточки, какие-то там ляпочки и так далее. То есть, основание должно быть стабильное, оно должно быть ровное, оно должно быть относительно стены параллельное, относительно пола перпендикулярное. Вот, устанавливается этот плинтус на жидкие гвозди. У нас появляется статья протяжка 6 тысяч. Это туда входит грунтовка и протяжка именно вот этой ниши. Вот. Ну и, соответственно, две основные статьи по установке. Это установка теневого плинтуса и запил стыка. Если вы посмотрите на Price Crab Systems, там у них 500 рублей теневой плинтус установка, только установка. Мы ее считаем еще и с протяжкой над плинтусом. То есть, сейчас покажу, чтобы было понимание. Так, ну, откроем какой-нибудь объектик. Вот этот вот. А, нет. Это у нас вот здесь. Вот. То есть, у нас какая-то вторая протяжка. Вторая протяжка вот это над плинтусом. То есть, мы установили плинтус, сверху у нас остается зазор и вот эта протяжка. То есть, не та, которая для плинтуса, для установки, а именно уже протяжка, которая после установки плинтуса. Итого, на комнату 20 квадратных метров у нас получилось 26 тысяч 80 рублей. Давайте посчитаем плинтус из дюрополимера. Я считаю все в своих ценах, поэтому ваши цены могут быть другие. Вы можете их сюда подставить, если интересно, чтобы провести сравнение. Но финишный результат, я думаю, что будет примерно одинаковый. То есть, мы в конце выведем коэффициент, который вам покажет полностью всю картину. Значит, дюрополимер. У нас, значит, подготовка под покраску. Что это такое? Это у нас... То есть, первый слой мы красим до установки, второй слой мы красим после установки. Подготовка – это грунтовка, если плинтуса не грунтованы. Это шпаклевка стыков, шлифовка стыков, то есть дефектовка. Это все подготовка. Покраска, собственно, сама установка и завершение наружной углы. Завершение наружной углы – это... Ну, наружный, не внутренний. Это запил наружных внутренних углов. И завершение, например, перед обналичником мы поворачиваем плинтус в пол, либо мы поворачиваем плинтус в стену, если у нас толщина обналичника меньше, чем толщина плинтуса. Вот здесь я это тоже учел. То есть, у нас 4 угла. Ну, то есть, комната прямоугольник. 4 на 5 – 4 угла и 2 завершения возле углов. У нас получилось 13 580. Казалось бы, 2 раза. Но, друзья, должен вас немножко огорчить, потому что с теневым плинтусом у нас появляются еще 2 статьи расходов. Это на этапе малярных работ – это обработка закладной от плинтуса скрытого монтажа. То есть, это маляры уже доводят до ума, потому что у нас именно должно быть красивое, четкое, гармоничное примыкание шпаклевки к краю теневого плинтуса. И у нас это все должно выглядеть четенько. То есть, не должно быть никаких наплывов, не должно быть наплывов шпаклевки, не должно быть именно перешкуривания. Перешкуривание. Есть такое слово, да? Наверное, есть. Перешкуривание в месте, где у нас установлен теневый плинтус. То есть, там нужен прям очень такой скрупулезный подход. Поэтому у нас появляется такая статья. 8600 рублей на 17,2 погонных метра. И у нас добавляется упаковка пола. То есть, это ветошь, проклейка стыков, ДВП. То есть, 20 квадратных метров комната. 4 на 5, напоминаю, по 100 рублей. Это 2000 рублей упаковать такую комнату. То есть, у нас добавляется 10600 рублей. Теперь, это у нас работа. Надо понимать, что когда у нас плинтус из дюрополимера, у нас не укрывается пол. Но, не укрывается чистовой пол. Но я не стал здесь указывать материал именно сам ДВП. Потому что, ну, как при, допустим, при теневом плинтусе мы его используем, а при обычном не используем. На самом деле, мы ДВП используем при том и том плинтусе. Почему? Когда мы делаем наливной пол, мы его точно так же защищаем ДВП. На весь период ремонта. Для того, чтобы там не было ляпок шпаклевки. Чтобы там не было каких-то кратеров, выбоин. Там что-то уронили, сломали и так далее. То есть, мы в любом случае наливной пол залили. В любом случае, ДВП мы постелим. Там не будет ветоши, которая стоит недорого. Но если мы говорим в рамках, допустим, в рамках комнаты 4 на 5, 20 квадратов, то арголит с ветошью, я думаю, примерно где-то 500-450 рублей за квадрат. Ну, то есть, 5-7 тысяч. Ну, со скотчем, наверное, 8-9. Там еще скотч нужно купить. Ну, с запасом. 10 тысяч, окей, уговорили. 10 тысяч рублей мы еще добавим. Это на материал. Давайте, я не буду его учитывать в данном расчете. Но вы должны понимать, что материал у нас плюс 10 тысяч рублей в итоге съест. Как минимум. При теневом плинтусе. Допустим, окей, вы наливной пол не укрываете при обычном плинтусе. Работаете так, потом его шкурите, там, замазываете все эти стыки и так далее. Вот. Что у нас получается? Получается, что у нас работа при теневом 36-680, работа при дюрополимер 13-580. То есть, разница 2,7 раза. Но здесь нужно понять, что мы взяли идеальные условия. То есть, комната прямоугольная 4 на 5. Такое редко бывает. То есть, посмотрите, какие комнаты у нас вообще. То есть, тут сколько всяких углов, колонн, переходов. То есть, все эти углы – это дополнительные расходы на установку теневых всех плинтусов. Но я думаю, что это и дополнительные расходы на установку дюрополимера. Там тоже есть углы. Но они просто дешевле. Ну, вот поэтому 3 раза я взял. То есть, не 2,7, а 3 раза. То есть, разница теневого и дюрополимера плинтуса примерно в 3 раза. То есть, если дюрополимер 100 тысяч, то теневой 300 тысяч. Это мы говорим за работу. Дальше. Переходим к потолкам. Значит, у нас та же самая абсолютно комната. Вот так должно быть видно. Абсолютно та же самая комната. 4 на 5. В первом случае у нас посчитан потолок просто в один уровень. То есть, монтаж потолка – один уровень, один слой. И в монтаж второго слоя – это 25 тысяч рублей. Достаточно все предельно понятно, все ясно. Далее. У нас, значит, теневой ГКЛ-потолок. Тот же самый потолок у нас здесь участвует. И дополнительно, дополнительно у нас появляются 2 статьи расходов. Это монтаж теневого профиля с фрезеровкой 1000 рублей за метр. То есть, 18 погонных метров – это 18 тысяч. Это практически стоимость монтажа потолка. Но мы должны понимать, да, что по трудозатратам примерно так оно и происходит. То есть, если взять монтаж потолка, обычно просто ровный потолок, и монтаж потолка с теневым примыканием, то по времени второе будет в два раза больше. Отсюда как бы и стоимость. Ну и у нас идет стыковка внутреннего и наружного угла. У нас их 4 внутренних угла. Мы взяли идеальный вариант, идеальную комнату. 4 тысячи рублей. Получили 47 тысяч против 25. То есть, опять Х2. Но не забываем, у нас есть еще одна статья расходов. Это обработка теневого профиля. То есть, она у нас по цене 500 рублей. Итого 9 тысяч. То есть, получается, что у нас 56 тысяч при теневом примыкании и 25 тысяч без теневого примыкания. 2,24. Но здесь я опять-таки заложил чуть больше. 2,5 – три раза. То есть, 2,5 – это минимум. Потому что, если мы сейчас возьмем расходы материалов, то есть, расходы скотчей, укрывные пленки, маскеры. То есть, я думаю, что по итогу это будет примерно те же самые 2,5 – 3 раза. То есть, у нас 3 раза плинтус, 3 раза потолок. Плюс также, чем больше углов, чем больше сочленений, чем больше всех этих примыканий, которые требуют обработки, тем, соответственно, будет разница это больше. Поэтому, в принципе, 3 раза, если мы берем, я думаю, что это будет самое адекватное. Потому что, я думаю, что на начальном этапе, если мы говорим про дизайнеров, заказчикам нужно об этом говорить. Просто нужно доносить ценность, что они получают по итогу. Потому что нельзя сравнивать, типа, а, да вот там обычный плинтус с дюрополимером, стоит 3 раза дешевле, давайте его делать. Нет. Если у нас скрытые двери, мы просто обязаны делать теневой плинтус. Ну вот, просто обязаны. Вот. Если у нас примыкание потолка к стене, но тут надо идти по двум путям. То есть, либо трещина, ну, которая прописана в тех картах. То есть, это трещина не потому, что мы захотели. Это либо трещина, то есть, через TrendFix ленту, да, либо красивое теневое примыкание. Но тут чуда не бывает, да, то есть, мы не можем сделать... Сейчас я переключусь, чтобы хотя бы себя видеть, а то я с экраном разговариваю сам с собой. То есть, тут чудо нельзя сделать. То есть, вы либо красиво, да, красиво, эстетично, технологично, либо мы начинаем на чем-то экономить. Мы начинаем экономить там на примыканиях, на профилях, на работе. Вот, поэтому я думаю, что говорить, что это в три раза дороже, неправильно. То есть, это и в три раза дороже, и в три раза сложнее. Но при этом у нас в десять, в десятки раз более технологичный ремонт получается. Это раз. Во-вторых, он более долгосрочный получается, потому что примыкание получается максимально классное. Вот. Мы не нарушаем никаких правил монтажа гипсокартона. Это вот самое классное. То есть, у нас маляры просто поют, потому что им не нужно открашивать этот угол девяносто градусов, который никто не умеет делать. Ну, очень сложно. Да, научились заходить краской на потолок. Да, научились заходить краской на стену. Но это не выход-то, как бы. Ну, выход в каких-то рамках. Но если попросить, например, сделать их четкое разделение по внутреннему углу, ну, сделать-то очень сложно. Да, издалека это смотрится классно, но если вот, как у меня некоторые заказчики вот так камеру берут, раздвигая там 32 мегапикселя, ну, блин, там, конечно, видно, что там край, ну, немножко, немножко не такой, какой хотелось бы. Вот. Поэтому тут главное просто доносить именно ценность этих материалов, этих продуктов. И учитывая, что в последнее время они очень активно применяются, очень активно применяются скрытые двери. Гипсокартон все больше и больше опять-таки входит в нашу жизнь. Вот. Я думаю, что за этими профилями будущее. Вот. И мы будем их правильно использовать и будем с ними работать. Все, друзья, у кого какие вопросы? Давайте поговорите кто-нибудь со мной. Андрей, давай хоть ты подключись, что ли, я не знаю. Слушай, ну, да, этот. Немножко я начал нервничать, когда ты под конец начал говорить, что все дорого, в три раза, в пять раз. Чтобы пока не начал говорить о том, что, ну, чего мы достигаем с помощью этого. Конечно. Ну, и здесь, наверное, еще хотел немножко тоже зацепить тему о том, что современные ремонты, ну, вот какие-то там, назвать их дорогостоящие, там, масштабные, еще что-то. То есть здесь у нас не только же стоит задача выполнить какие-то практические нюансы, но и большие, эстетические стоят перед нами задачи тоже. Конечно. И который может достичь только с помощью удорожания, то есть, ну, как ты сказал, чудо не бывает, мы не сможем поставить что-то красиво, задешево, быстро, там, и все остальное. Вот. Ну, а цене, да, надо доносить, чтобы не было это приятным каким-то сюрпризом для людей, нужно изначально объяснять, что да, есть такой вариант, есть такой вариант, чтобы максимально было все прозрачно. И человек, исходя уже из своих хотелок, потребностей и бюджета, уже выбирал, естественно, вариант, и все было у него по полочкам, все было поэтапно, без каких-либо сюрпризов. Конечно, конечно, несомненно, то есть, ну, изначально надо понимать, что любой ремонт по дизайн-проекту, он предполагает каких-то сложных технических решений, да, у нас не было ни одного проекта, который, ну, дизайн-проекта, по которому там надо было просто обои поклеить, потолки и кинуть пол какой-то, да, там, ламинат, например. Вот, изначально, если вы заказываете дизайн-проект, то это уже говорит о том, что это будет, ну, не простой бюджетный ремонт, вот, то есть, это будет красивый ремонт, да, то есть, дизайнеры, они любят вкладывать душу, это будет технологичный ремонт, вот, и, соответственно, ну, тут надо просто именно свою позицию ставить так, что не лишь бы там сэкономить, да, и сделать подешевле, а нужно думать именно о том, чтобы сделать технологично, красиво и технологично, поэтому, если вы к дизайнеру обращаетесь, то главное, чтобы именно дизайнеры уже доносили до заказчика именно ценность продукта, да, то есть, ну, да, это чуть дороже, потому что, ну, я думаю, что в рамках объекта, ну, вот, допустим, там, пускай у нас объект 100 квадратов, ну, то есть, ну, где-то 2,5 миллиона по работам, да, это примерно выходит, ну, у нас плюс-минус, вот, вот, плинтуса там выходят, ну, пускай, наверное, ну, где-то 1170-100, вот, то есть, ну, это сколько, 5%, ну, я думаю, что это не те деньги, да, которые, ну, если мы еще теневые возьмем, то это 200, да, то есть, 200-250, вот, ну, даже 10%, вот, но любой ремонт, он, как бы в мелочах ценится, в примыканиях ценится, то есть, вот, стену ровную покрасить все могут, а сделать классное примыкание красок не все могут, вот, все могут сделать там плитку, ну, вот, сделать там наружный угол красивый не все могут, сделать стену, ой, поставить обычный плинтус из дюрополимера, ну, классно сделать завершение у обналичника там, не все могут, то есть, именно вот это, как бы, добавляет ценности ремонта, именно вот эти мелочи и все примыкание, когда ты заглядываешь в какой-нибудь узел, в какую-нибудь нишу, и там у тебя все четко, классно. Потому что экономить можно до последнего. Я вот в предыдущем истории своем рассказывал, показывал, как там вроде с виду хороший классный ремонт, он там заказчик сэкономил. И как бы сэкономил не на том, так же и здесь. Потому что если брать, например, даже дефектовку вот такого теневого плинтуса, я думаю, что ее делать, ну, например, элементарно, да, то есть сбили край. Но, в принципе, по низу, там, возле теневого примыкания, там, что-то подшпаклевать, подкрасить, это снизу, это не где-то там на уровне глаз, да, где-то он 100% всю стену перекрашивает. Вот. А когда у тебя там в плинтус прилетает что-то, там, машина и так далее, то есть у него уже по-другому играет свет, то есть с окна, если это, например, боковое свечение какое-то, если там локально подкрасить, то, скорее всего, будет видно. Вот. И этих нюансов их очень много. Вот. Обо всех сразу и не расскажешь, но их надо просто знать и доносить до клиентов, до заказчиков. Вот. Ну, Коль, кажется, мне стесняются коллеги немножко. Думаю, после того, как выкинем запись, кто записи посмотрит, может, какие-то вопросы появятся. То есть, ну, можно, наверное, смело сказать, что могут по любым вопросам обращаться и писать по ценнообразованию, то есть также при личном контакте. Да, да, конечно, можете смело писать, выложим запись везде, где можно. Вот. Спасибо всем, кто пришел, кто уделил время. Надеюсь, было интересно. Все. Всем до новых встреч. Останавливаю запись. Пока-пока. Пока-пока.